Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что Галилея — это важное место как с духовной, так и с пороческой точки зрения, и это мы обычно пропускаем. Естественно, Иерусалим находится на первом месте в Писании, но и Галилея важна. Если вы знаете Писание, то вы видите, что Галилея была довольно запущенным местом, как в культурном, так и в физическом плане. Если вы помните, то во времена царя Соломона, когда Соломон отдал примерно 20 городов царю Ливана, то царь Ливана, к своему удивлению, обнаружил, что все эти города были запущенными. И он сказал об этом царю Соломону. То есть у нас есть некая индикация того, что Галилея не была развита местом. Также в культурном плане вся культурная жизнь начиналась в Иерусалиме. Иерусалим всегда был культурным центром. Население Галилеи, мы можем видеть это в книге Матфея, 26 главы, 73 стиха, имело свой акцент. В Галилее был особый говор, и из-за этого жители Иерусалима смотрели на них свысока. Из-за того, что Тени говорили на Высоком Иврите, как говорили в Иерусалиме, в религиозном и культурном центре. Но со стороны нашего Господа мы видим совсем другое отношение. С его стороны мы видим несколько знаков того, что он любил Галилеев. Он смотрел на нее не так, как смотрели с Иерусалима. Из истории мы знаем, что когда во время войн, когда искали верных людей, тех, которые не боялись помогать, то в таких случаях жители галереи выступали первыми. Например, когда Барак и Девора хотели выступить в войной против Хананеев, они попросили помощи у жителей Галилеи. И жители Галилеи собрали сразу же. Мы это видим в книге Судей, 4 главе, 5 и 6 стихах. Мы читаем, «Она жила под пальмой Девориною, между Рамой и Вифлеемом, на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Барака сына Авино Амава из Кедеса Нефалимова и сказала ему, «Повелевая тебе, Господь Бог Израилю, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с тобой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Заволоновых». Сыны Нефалимовы и Заволоновы — это жители Галилеи. Опять мы это видим в случае с Гадионом. Гадион в книге Судей, 6 главе, 33 по 35 стихи. Мы читаем. Я их не читаю, но вы можете увидеть, что опять люди из колена Нафтали и Заволона собрались на войну. Поэтому мы видим их готовность, в отличие от остального народа, как видно, что другие колена находили отговорки или были заняты другими вещами. Не так, как поступали жители Галилеи. Потом мы видим, что в Новом Завете большинство времени свое услужение у нашего Господа было в Галилее. Именно там он призвал своих учеников не в Иерусалиме, несмотря на то, что это было нелогичным решением. Люди из Иерусалима намного лучше разбирались в Писаниях, были более образованы. Но он выбрал именно рыбаков с области берегов Кенерета. Он знал, что с интеллектуальной, культурной точки зрения, если так можно выразиться. Это были люди не самого высокого уровня. Но он выбрал их именно из Галилеи, которая была только третью часть всего Израиля в то время. Так же в Галилее он совершил две трети из всех своих чудес. Сказал две трети из своих притчей. Большинство того, что он сказал, сделал, было на территории Галилеи. Если мы помним, после своего воскресения в Матфея, 28 главе, 7 сиха, он хочет видеть учеников в Галилее, а не в Иерусалиме. То есть можно сказать, что он дает направление относительно будущего Галилея. И в послании Иоанна, 21 главе, 1 сиха, первый раз мы видим название Тверия, море Тверии. И там он сделает нечто значимое в пророческом смысле. Мы к этому еще вернемся. Поэтому мы видим принцип в отношении Господа. И этот принцип записан в первом послании Коринчянам, 1 главе. Павел говорит об этом в 27 стихе. «Ибо Бог избрал немудрое, чтобы посрамить мудрое, и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Этот принцип подходит под то, что сделал Господь. Он избрал жителей Галилеи для будущего, для того, что он собирается делать. Он сказал им, что они будут погружать людей, будут ловцами человеков. И на основании избранных им учеников была основана первая община, которая потом увеличилась и распространилась по всему миру. Второй принцип таков, что между строк были пророчества о Галилее. Во-первых, мы видим это в Псалме 132. Мы видим, что там написано во втором и третьем стихах. Это как драгоценный елей, стекающий на голову Аарона, стекающий на края одежды его, как гора Ермонская. «Кора Ермонская – это север, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь на веки». Это начинается в Галилее, начинается на Хермоне, и спускается на горы Сионские. Это то, что было, и мы думаем, что это то, что будет и в будущем. Есть об этом намек в книге Исаии, 8 главы 23 стиха, и потом в 9 главе 1 стихе, где вновь видим пророчество о Заволоне, опять о Заволоне и Нефалиме. Сайт 9 главы, с 1 по 2 стиха написано, «Прежнее время умолило землю Заволонову и землю Нефалимову, но последующий возвеличит приморский путь за иорданскую страну Галилею Языческую. Народ, входящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертные свет посияет». Мы видим здесь двойное порочество, почему двойное? У нас есть еще одна индикация в Писаниях, что это двойное прощество. Написано, что именно в Галилее воссияет свет. Это исполнилось 2000 лет назад. И мы видим это снова. Это началось в Галилее и это спустится на горы Сионские, в Иерусалим. Как мы это видим? Мы видим, что в Галилее Иешуа дважды совершает чудо, в ловле рыбы. Он посылает учеников ловить рыбу. Если вы помните, то первая ловля рыбы описана в Луки 5 главы 6 стиха, где он посылает учеников ловить рыбу. И там написано, что хотя улов был хорошим, но в 6 стихе написано, что сети прорвались. То есть ловля рыбы не была идеальной, так как прорвались сети. Я верю, что это пророчество о том, что произошло 2000 лет назад. Ученики вышли на ловлю, многие люди пришли к вере. Но спустя 100-150 лет, даже спустя 70 лет нашей эры, община разрослась. И потом римская община захватила власть и превратила общину в собрание язычников, которые изменили множество принципов, и поэтому исчезла первая оригинальная мессианская община. Сеть прорвалась. Однако во второй рыбной ловле, которую мы видим в Иоанне 21 главе, в 11 стихе, мы видим, что на сей раз сети не прорвались. И ловля рыбы завершилась идеальным образом. И я верю, что это пророчество того, что произойдет в Галилее в будущем, перед приходом Машиеха. Мы уже живем в последнее время, когда снова множество людей примут Иешуа, так как это было 2000 лет назад, но на сей раз сети не прорвутся. И мы, находящиеся в Галилее, видим Галилею как место подготовки для продвижения пути в Иерусалим. А с Иерусалима, и в Иудею, и в Галилею как место подготовки для продвижения пути в Иерусалим, а с Иерусалима в Иудею, и в Самарию, и снова до края земли, но уже с правильными иудейскими корнями, с осознанием важности Израиля, в плане Бога, и последние дни. Мы сейчас живем в очень особое время, и нам нужно осознать центральное значение и важность мессианского иудаизма здесь, в Израиле. Важность не только государства Израиль, но и спасения евреев в государстве Израиль. Важность тела Мессии. Это то послание, которое мы должны донести до всего мира. Поэтому мы в Галилее хотим исполнить план, приготовленный для нас Богом. Милостью Божией мы хотим прославить Господа, поклониться Ему, предоставить Ему место в Галилее, чтобы Он произвел здесь свое действие. Мы также хотим донести до евреев послание Ишуа, как Машиха, не как Машиха, предоставленного нам язычниками, а еврейского Машиха, который все еще любит евреев и сегодня так же, как и любил их всегда. И мы думаем и даже видим, что есть постепенное изменение в подсознании жителей Галилеи и что Галилея это правильное место. место, которое дает плод. Не такое интенсивное место, как Иерусалим, но то место, где с Божьей помощью мы сможем совершать работу, подготовить место для распространения спасения, как это было 2000 лет назад из Галилеи, в Иерусалиме и дальше. Скажем, Господь благословит вас. Мессианский центр, возвращенный на Сион, из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv